Сельскохозяйственные технологии Сегодня на уроке изучите использование современных сельскохозяйственных технологий для повышения урожайности культурных растений на основе местного региона. Люди с самого начала своего существования занимаются познанием себя и окружающего мира. И зачастую исследовательская деятельность приводит к тому, что люди намеренно вмешиваются в привычные процессы, нарушая тем самым ход событий и привнося явные изменения, отражающиеся на окружающей природе. Одной из современных сельскохозяйственных технологий является гетерозис. Под гетерозисом обычно понимают повышенную мощность роста и продуктивности первого поколения гибридов по сравнению с родительскими формами. Что такое гетерозис, а именно усиление гибридов, знали еще до законов исследований Менделя. Термин ввел в 1914 году американский биолог Шелл. Но еще в 1765 году русский натуралист и биолог Кёль Рейтер первым описал гибридную силу потомков махорки и метельчатого табака, полученных им при искусственном перекрестном опылении растений. А Дарвин даже написал отдельный труд о мощности гибридных форм, действии перекрестного опыления и самопыления в растительном мире. Гетерозис проявляется только в первом гибридном поколении. Во втором и последующих поколениях он постепенно затухает вследствие расхождения генов. В природе межвидовое близкородственное скрещивание возникло вместе с половым размножением. Человек использует эффект гетерозиса с незапамятных времен. Например, гибриды лошади и осла, мулы, известны своей силой и повышенной выносливостью. Гибридная форма бестер, полученная от скрещивания белуги и стерлядьи, активно используется в рыбоводстве, так как растет быстрее родительских форм. В растеневодстве мы давно уже перешли на гибридное растеневодство. Производительность гибридов кукурузы, лука, помидоров, огурцов, перца болгарского на 25% выше чистых линий, а на семенах обозначается значком F1. Мутагенез – это процесс изменений в структуре ДНК, вследствие чего происходит мутация организма. В 1899 году русским ученым Коржинским было приведено научное объяснение мутагенеза. В 1900 году генетикам Фризам было продолжено изучение явления. Именно этот ученый дал существующее ныне определение мутагенеза. Эти два ученых вывели следующее положение его теории. Новые полученные формы устойчивы. Похожи мутации могут проявляться периодически. Мутации бывают как вредные, так и полезные. Направленный мутагенез или мутагенез искусственного типа представляет собой процесс создания искусственных мутаций, для получения необходимого материала. Самым эффективным объектом для данного метода являются микроорганизмы и грибы. Именно благодаря направленному мутагенезу удалось получить эффективные штаммы пеницилла, некоторых винных дрожжей и многих бактерий. В селекции растений мутагенез применялся на разных этапах при создании более 100 сортов. В селекции животных направленный мутагенез применяется редко, из-за больших сроков ожидания потомства и большого количества отбракованных с отрицательными мутациями ОСВИ. Полиплоидия – это кратное увеличение числа хромосом особей в результате направленного мутагенеза. Около 70% современных сортов культурных растений – полиплоиды. Это овощи и фрукты, злаки, а также цитрусовые и лекарственные растения. Популярные – триплоиды, арбузы, виноград, малина, яблоки, без косточек. В животном мире такое явление редкое, поскольку нерасхождение хромосом миозе приводит к генетическим ошибкам. Полиплоидия у животных характерна для некоторых гермафродитов. На экране вы видите дождевых червей. В 1924-25 годах советский генетик Карпиченко смог преодолеть межвидовую нескрещиваемость, создав капустно-редичный гибрид на основе полиплоидизации. Провести опыление редьки и капусты довольно легко. Карпиченко получил диплоидные гометы редьки и капусты и тетроплоидную зиготу. Таким образом, миоз у этого гибрида шел нормально. Во время парафазы хромосомы капусты конъюгировали между собой, а редьки – между собой. Такой путь сделал возможным и другие межвидовые скрещивания. Позднее этим же методом был получен гибрид ржи и пшеницы – третикалии, превосходящие по ценным и хозяйственным свойствам обоих родителей. Генная инженерия Это отрасль молекулярной биологии и генетики, задачей которой является конструирование генетических структур, создание организмов с новой генетической программой. Она находит широкое практическое применение в отраслях народного хозяйства, таких как микробиологическое, фармакологическое, пищевое промышленности и сельское хозяйство. В основу генной инженерии легли три фундаментальных исследования. Открытие ферментов, разрезающих ДНК, эндонуклеазой и экзонуклеазой. Открытие ферментов, соединяющих ДНК, легазой. Открытие ферментов вирусов, осуществляющих синтез ДНК и РНК. С помощью трансгенных технологий можно создавать организмы заданными свойствами, заменяя отдельные участки генома другими взятыми у живых организмов, принадлежащих другим видам. При этом сроки создания новых организмов существенно сокращаются. В Австралии была предпринята попытка создать безникотиновый табак, вырезав гены, отвечающие за биосинтез этой группой соединений. Также проведены опыты на скоридах. Им вырезали так называемые гены старения, что привело к удлинению жизни более чем два раза. Модифицированный ген инсулина человека встроили в ген ДНК бактерий кишечной палочки человека. Все поколения этих бактерий также производят человеческий инсулин. Поисками новых альтернативных путей ведения высокопродуктивного сельского хозяйства занимаются и казахстанские ученые. Интеллектуальный потенциал казахстанских ученых велик и разнообразен. Созданный Институт биологии и биотехнологии растений, Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан, Ученые выявили линии селекции крупно-рогатого скота Со своими особенностями по живой массе и среднесуточному привесу. Изучены вопросы адаптации и микроэволюции животных, Имеющие ключевое значение в создании новых типов животных, Приспособленных к экстремальным условиям, А также трансплантации зигот в племенном хозяйстве. Выведено совместно с учреждениями Министерства сельского хозяйства И самостоятельно свыше 50 сортов сельскохозяйственных культур. Пшеницы 42, риса 4, ячменя 4, сои 1. Районировано 14 сортов с учетом климата местного региона. Переходим к практической части нашего урока. Задание первое. Найдите соответствие. Ответ. Полиплоидия – это кратное число хромосом особей в результате направленного мутагенеза. Гетерозис – плеск гибридной мощности. Направленный мутагенез – это процесс сознательного повышения количества мутаций. Задание второе. Выберите правильный ответ. Ответ. Создание органических образований с новой генетической информацией – это генная инженерия. Подведем итоги урока. Современными сельскохозяйственными технологиями для повышения урожайности культурных растений являются отбор, гибридизация с применением гетерозиса, направленный мутагенез и полиплоидия. Сегодня они являются наиболее перспективными путями развития биотехнологии, совершенствования сельскохозяйственного производства, медицины и ряда других отраслей. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова